Это еще и очень хитрое животное, поэтому она всякие казусы всегда придумывает, чтобы что-то не сделать, а что-то сделать не наоборот, потому что не нужно. Александр Шатиров, как говорят в цирковой среде, родился в опилках. Здесь же вырос и работает десятки лет. Из всех жанров циркового искусства ближе всего ему стала дрессура. Верблюды, питоны, лошади. Один из старожилов цирковой труппы – лев Цезарь, который стал для Александра настоящим другом. Как друга. Он иногда и со мной спорит, тоже что-то там доказывает, но при этом, конечно, те животные, которые ручные, они сильно приручены, с ним опаснее работать, чем те, с которыми работаешь на расстоянии, потому что нет возможности увернуться. Он прямо вот рядом, у ног, он просто голову поворачивает и может спокойно укусить или лапой махнуть. Белый тяжеловесный конь Аргон – гордость конюшни. За ним ухаживают, как за королем. Кормят, купают и заплетают косы. В самых близких партнерских отношениях с ним хрупкая Кристина, которая выполняет сальто-мортали на спине жеребца. Сложно это да, потому что животному все-таки так не объяснишь, что этого пугаться не надо. К примеру, вот приучали его, пока репетировали, еще не работали, глопали шарики по залу, бегали, махали шторами, потому что всего этого он боится и начинает шарахаться. Соответственно, я падала с него, потому что он резко из-под меня убегает. Жизни артиста цирка не позавидуешь. Постоянные разъезды, травмы, тяжелейшие репетиции. У каждого из них есть свой дом, но бывают они там разве что месяц в году. Поэтому семейственность и династийность так часто встречаются в творческой среде. Люди в цирковой сфере, они друг друга узнают постоянно и находят друг друга, как бы так можно сказать. И это, естественно, дает еще стимул того, что это работа в одной, допустим, сфере. Они могут вместе работать что-то там, придумать новую работу. В Самаре цирк братьев Шатировых уже не впервые. К нашему зрителю всегда приезжают с удовольствием. Да и на город, говорят, приятно посмотреть. Экзотических животных и экстремальное шоу можно увидеть до 10 июля. Мариана Мирная, Константин Головин. События.